всем привет и с вами я светлана ата и малыш сегодня мы будем вместе отвечать на ваши вопросы то есть продолжаю рубрику которая находится в сообществе рубрика ответ вопрос ну что не будем тратить время и приступим к вопросам такс продолжаю значит они спрашивает меня света а кетты работает в месси никем если не секреты зарплата какая кетты работает на дому она и и взяли как ух по ухаживанию за больным и помогает по дому ну зарплату сейчас 3000 лир это не секрет почему секрет должно быть 3000 лир в нее зарплата начать она работать 6 дней выходной у нее один здесь утра до пяти вечера конечно очень мало но очень много работы конечно устает и незнание языка это пока ну со временем она начинает учиться так следующий вопрос дорогая светлана у меня такой вам вопрос турции есть передача или что-либо о поисках друзей если да то можете ли вы мне помочь спасибо заранее буду очень рада танечка спрашивает меня этот задает этот вопрос танечка я знаете что спросила у ашка ему мужа моего такая передача есть она значит на программа а тиви называется татлы сэрт ее ведет мюге анлы вот есть такая передача я вот смотрю моя свекров очень любит смотреть эту передачу даже иногда ашкам любит смотреть и в общем есть такая передача находит и родственников и друзей и можете туда обратиться если вам нужна помощь так следующий вопрос добрый день светлана скажите как вы выучили турецкий язык тяжело ли его учить и знаете ли вы его то уже так хорошо что можете поговорить на любые темы ведь русском языке столько слов чтобы описать свои чувства поговорить о прекрасном красоте закат и так далее спасибо ой отключу потому что потому что шумит я извиняюсь что заранее не сообразила почему не отключается так надеюсь что отключится так вот продолжаю значит отвечать как я выучила турецкий язык я своих видео тоже рассказывала что раньше работала в госпитале военном госпитале российской армии работала старшими сестрой гинекологии работала везде во всех отделениях но вот это вот последний задержалась мне назначили старшими сестрой гинекологии и так вот друзья мои когда армия вышла из грузии это было 2017 год мне нужно было как-то продолжать развиваться и и смотреть свою семью потому что было очень тяжело а я на тот момент очень хорошую зарплату получала в российской армии и так вот нам сказали что нужно знание языков и что ты трясешься я же с тобой вроде бы не холодно я не холодно почему ты трясешься и вот нужно было знание языков и компьютера так вот я быстренько пошла на компьютер на курсы три месяца ходила и нашла преподавателю турецкого языка почему потому что английский я владела хорошо на тот момент на тот момент говорю вам а турецкий язык обосновывает обосновали это тем что рядом турецкая граница будут очень много открываться турецких больниц поэтому необходимо знание турецкого языка ну так вот друзья мои я пошла на курсы то есть пошла на курсы не на курсы скорее всего а нашла преподавателя занималась у него около трех месяцев каждый день она очень сильно меня загружала за что я его очень благодарна учила на мне грамматики алфавиту я зубрила слова почему зубрила потому что она говорила чтобы я зубрила потом они пригодятся тебе все это здесь уложиться и потом ты вспомнишь потом значит я даже выучила сказки некоторые даже выучила пословицы это все злиры но конечно это все забывается знаете когда нет общения с ни с кем кроме преподавателя я с турками же не общалась и как-то пришлось мне услышать просто их речь я ничего не поняла я расплакалась она была довольна моими результатами все она говорит светлана не нервничай когда придет время у тебя это все откроется это все вспомнишь ну вот так оно и произошло действительно а потом значит я когда работала в клинике в этой частной там очень много было и турецких больных и вот у меня наш главный доктор он геадзе джумбер всегда мне звонил и говорю светлана спустись пожалуйста нужно перевести я вот это постоянно так держала под контролем этот процесс я постоянно обучалась потому что и ко мне тоже к нам в кабинет урологический бывало такое что поступали турецкие больные обращались за помощью поэтому я вот процессе само обучение было постоянно но естественно забывается это а перед тем как приехать турцию на работу я естественно взяла тетрадки тефтери свои все и занялась опять обучением но естественно то что было быстро 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 прочитала просмотрела все но практика очень важно для общения когда мы приехали потом сашка разговаривала такое как сначала вообще не понимала мы сначала я же рассказывала общались с помощью моей родственницы она все переводила потому что что касалось серьезных тем а так потихоньку потихоньку с помощью жестов мы общались и еще значит когда вот мы приехали сюда я хотела устроиться на работу медсестрой я вам уже рассказывала мои хорошие поэтому я прическа у меня блин такая вообще не знаю что делать своими волосами уже понимаете это челка отрезали мне в турецком салоне и ужасно недовольны извините отвлеклась от темы но не обессудьте и не злитесь на меня так и вот когда я значит хотела устроиться на работу я занялась усиленно туре изучением турецкого языка как я это сделала я знаю что в интернете очень много бесплатных сайтов можно обучиться обучиться запросто потому что здесь вот я узнала что здесь все надо платить есть курсы но все платные а в интернете есть бесплатные просто нужно набрать турецкий язык выучить бесплатно и все и найдете первый сайт и там знаете как легко очень дают каждый день уроки и по этим урокам ты выполняешь все там и грамматика есть из выучить и произношение все озвучивает и домашние задания вы должны ответить там написать в общем вы работаете постоянно каждый день по одному уроку я вот закрывалась на два-три часа сашкэмом не общалась сказала все я иду в школу и вот так вот я обучалась мои хорошие так знаете ли вы его так хорошо что можете поговорить на любые темы я не знаю вот так хорошо что могу пока чтобы говорить сашкэмом я могу говорить но это на сейчас мой язык ухудшился знание моего языка почему потому что я стала общаться очень много на русском языке это большая очень ошибка но но по-другому никак не получается у мне по бизнесу звонят на русском не на английском не на турецком же понимаете я общаюсь на турецком только с моим мужем и допустим с родственниками вот сегодня вот на на пилаты сходила общалась коллективом там они говорят что я хорошо знаю но вот именно выражать чувства за счет заката я могу сказать очень красиво чё гюзель но больше не более того какой он там ярко золотистый или какой-то там красно красный огненный я это не могу объяснить и мне кажется мне не нужно объяснять но иногда с мужем мне все получается как-то 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 можно объясниться всему своя практика так еще один вопрос добрый вечер света насколько ваша семья тратит денег на продуктовую картин корзину елена меня спросила извините что я сразу не ответила такое было две недели назад но очень много было других видео и физически я не успевала ну что я могу сказать сколько тратит наша семья но я вам сейчас могу сказать что только на продуктовую корзину вот допустим каждую неделю мы идем с ашкэмом и на базар мы тратим значит покупаем сыр там но не каждую неделю иногда вот один раз купим килограмм нам хватает я там беру именно на базаре для хачапури такой сыр двух видов по пол кило иногда один вид беру вот нам хватает митим мы один раз делаем побольше закупок вам два кило лука два три кило картошки я такая люблю она вторую допустим неделю я уже по чуть-чуть докупляю другие овощи и у нас где-то выходит но среднем 50 лир мы тратим на базар среднем если посчитать так за все за весь месяц допустим и каждую неделю допустим ой ой кто пришел кто пришел кто там кто да 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 мусор пришел а я с тобой здесь разговариваю сейчас я отключусь приду к вам слышали как у меня защитник ты такой защитник у меня мусорщик пришел его и мальчик ладно не будем отвлекаться в общем сколько у меня идет у нас мы посчитали с мужем а самое большое это где-то идет тысяча тысяча пятьсот лир тысяча пятьсот лир на нас уходит сашка вам на еду но если мы там себе мы любим себя побаловать да и на базар у нас определенная сумма идет а супермаркеты мы идем на один раз 200 300 лир всегда покупаем тратим но на неделю хватает нас 200 300 лир в общем в общем где-то 1500 будете хорошо кушать и мясо и все мы же сейчас килограммами мяса не едим мы допустим я и суп делаю и плов делаю или макароны там или еще какой-то гарнир поэтому такая сумма понадобится вообще говорила что в общем на свет вот на и вот эти разные это 22500 достаточно вот так но если 4 будет это вообще будет супер так еще знаете что я хотела у меня тут моей дефтер записала вопросы которые мне задавали я отвечала и мне кажется она будет тоже для вас интересно как пройти обследование больницы если валентина пишет мне тимащук если не знаешь турецкого если больница переводчик я с этим сталкивалась и я спросила очень многих девочек и они мне так ответили проживающих именно версии во первых здесь вот чтобы здесь нет переводчика вы должны с собой приводить переводчика даже такая ситуация есть у нас в батуми сталкивались когда мы ездили возили больных остров зон медикал парк то всегда брали переводчика собой так что больницы они не обязуются предоставлять вам переводчика вот так они сказали так нужен то я ответила вам что нужно и возить своего переводчика елена меня спрашивает скажите какое население мерсина проезд кто-нибудь проверяет в автобусах дают билеты в автобусах подтверждающий поезд поездку но численность мерсине численность населения мерсине я спрашивала и проверяла по гугле и мне показала миллион девятьсот тысяч около двух миллионов человек миллион девятьсот тысяч человек около двух миллионов наверно скоро будет до очень большой мерсин и все он увеличивается увеличивается в размерах проезд кто-нибудь проверяет в автобусах проезд в автобусах не проверяет я сколько раз ездила сашки вам ни разу у меня не проверили знаете как там идут дают ли билеты билеты не дают вот ты заходишь через переднюю дверь в автобусах есть у кого карточка водитель контролирует им ты прошла и пошла есть люди которые задние заходят и идут они не знают такие порядочные люди все платят я такое не видел чтобы не платит пенсионеры после 75 лет проезд бесплатный но у них специально есть карточка которую они тоже должны провести да вот есть вот такое и тут доверяют всем даже маршрутках мы когда ездим все задних допустим стоят там далеко в самом конце маршрутки и передают деньги через друг друга и все платят тут очень ответственные люди серьезные развит ли туризм мерсине туризм мерсине не развит еще на таком уровне как хотелось бы все это связано с тем что здесь у нас нету рядом аэропорта понимаете но его устроит и говорят что в этом году он будет готов уже вот это уже где-то читала у одного или кто-то мне сказал даже с москвы кажется моя подписчица одна наталья сказала что в этом году планирует открыть аэропорт слава богу и поэтому так как он находится далеко вода не то туризм здесь не развит то есть в самом мерсине не не настолько развит приезжают люди в кискалисе там вот очень много туристов и кискалисе рдм ли там есть специальные отели комплексы где приезжают туристы из других стран мира даже вот я вот хочу в этом году обязательно самой поехать и посмотреть что там то что творится в кискалисе мы были с ашкымом один раз но были когда приехать только мерсины там было октябрь месяц там уже был сезон закончился купальней и туристы разъехались им я никого не видела и даже пещера ад и рай была закрыта и вот после этого никак не попадем в этом году я обязательно поеду туда и покажу и поснимаю и поспрашиваю все мне потому что самой очень интересно а насчет если отели туристы и кто больше всего из туристов посещает мерсин ну знаете что русские немцы или кто еще задала вопрос ольга зирянова олечка добавлю что отели очень много как на территории мерсина вовце по центру вот и вот можете видеть моих видео я еду и очень много и диван отель и вот здесь рядом возле меня очень много отелей и вдоль побережья мерсина и здесь и снимают и пансионы есть и гостиницы все что хотите все есть но вот я говорю почему вот люди не приезжают почему люди не приезжают и не знают мерсин потому что прямые рейсы есть истамбул допустим москва анталия все есть прямые рельсы в анталию конечно сейчас людям легче оттуда раз сошли и все и уже они на курорте с анталии до мерсина ехать восемь или сколько-то часов десять если не больше и естественно они сюда не хотят ехать но вы если приедете вы увидите что здесь обалденная красота и не хуже чем в анталии здесь пока вот все чистенько свеженько как говорится все в порядке нету из негатива никакого мне так кажется когда аэропорт будет открытый люди начнут больше узнавать мерсин будет приезжать мне кажется он станет туристическим и тем более час моих видео очень многие люди хотят приехать сюда и турист будет развиваться вот я туристов видела только в марине центре а так по городу не видела и вообще на набережной даже не вижу и русскоязычные не знаю куда они ходят но не вижу их ну на сегодня мне кажется достаточно вопросов и достаточно ответов пишите пишите друзья мои хорошие свои вопросы в рубрике ответ вопрос я с удовольствием на них отвечу с вами была светлана та и малыш который убежал вот лежит на диване и всем пока пока не забудьте подписаться на мой канал поставить лайки или дизлайки написать комментарии и не забудьте нажать на эту кнопочку которая находится внизу под видео если у вас будет какие-то вопросы можете найти меня по ссылке которые находятся в описании на инстаграм подпишитесь на меня тоже в инстаграме ну что буду на этом заканчивать с вами была светлана та пока пока